Все пациенты в этой палате, все эти ноги, которые вы видите, у них всех ковид. Больше всего раздражает то, что мы все равно опоздали. Хотя мы ведь знали, что так случится. Доктор Коллин Смит показала редкие кадры. Из перегруженного приемного покоя больницы в Нью-Йорке, эпицентре вспышки ковид-19 США. Сегодня идут дела все хуже и хуже. Нам пришлось пригнать авторифрижератор, чтобы складывать тела умерших пациентов. Сейчас мы как можем пытаемся достать дополнительные вентиляторы. Или хотя бы сипалк-машины. Мы сможем освободить вентилятор для самых нуждающихся. Через несколько часов больница Элмхерст получила 5 вентиляторов из другой больницы. По словам доктора Смит, это уже третье срочное пополнение за неделю. 5,5 вентиляторов, боже мой, управление муниципальными больницами Нью-Йорка. Отрицают нехватку вентиляторов в Элмхерст. В своем заявлении газеты The Times они утверждают, что продолжают поставлять ресурсы и персонал в Элмхерст, который считается главным приоритетом. Теперь у нас есть эти 5 вентиляторов, но если только люди не умрут, я подозреваю, что нам придется запрашивать новые уже через день-два. Где-то там есть сказочные 100 вентиляторов, которые мы в глаза не видим. Представители больницы штата утверждают, что нехватка ресурсов может вскоре стать критичной, но пока что больницы справляются. По словам доктора Смит для врачей, напередовой нехватка уже ощущается очень остро. Лидеры самых разных мастей, от президента, от главы здравоохранения Нью-Йорка, говорят, мол, мы со всем справимся, все хорошо. Но из того, что мы видим, ничего нехорошо. У меня нет необходимой поддержки. Даже просто материалов, которые мы физически нужны, чтобы лечить пациентов. А ведь это Америка, мы вроде как страна первого мира. В обычный день к нам поступает довольно много пациентов. Около 200 человек в день. Сейчас же мы за день осматриваем по 400 человек больше. Господи. Поначалу мы пытались изолировать пациентов с кашлями и температурой. Были с ними более осторожны, но не были также осторожны с другими пациентами. И со временем мы заметили, что у пациентов без температуры, но с болью в животе. На рентгенах и КТ грудной клетки также видны признаки коронавируса COVID-19. Кто-то может приехать после автомобильной аварии, мы сделаем ему КТ. А у него легкие выглядят, как при коронавирусе. У нас было много пациентов, у которых скорее всего был COVID, но мы этого не поняли. Уже заболели 10 динтернов, очень много медсестер и несколько ординаторов. Стресс от всей этой ситуации невыносим. Мы, доктора, с трудом можем сдать анализы, даже если мы хотим, и у нас есть симптомы. Мы постоянно входим с вирусом в контакт, но у нас нет нужного защитного снаряжения. Я наневаю одну маску номер 95 утром. Мне нужно носить ее при осмотре каждого пациента. И я ее снимаю весь день. Маску номер 95, которую я носила сегодня, я до этого уже носила в пятницу. Мы постоянно боимся, что маски номер 95 у нас закончатся. По словам доктора СМИ для тестирования больных с умеренными симптомами, снаружи больницы был развернут временный тент. Однако даже такие решения не снижают нагрузку. Меня пугает, что новые пациенты поступают в более тяжелом состоянии. Многие заболевшие молодые люди не курят, но имеют сопутствующие заболевания. Это обычные молодые люди от 30 до 50 лет. У которых мы не ожидали таких тяжелых состояний. Фема собирается поставить больницу новый ресурс. Однако, согласно доктору СМИ, многие из подобных обещаний так и не были выполнены. Многие говорят, что все в порядке, у нас есть все необходимое. Но если так продолжится еще месяц, или два, или три, или пять, как и в Китае. Мы уже на пределе, у нас нет самого необходимого. Мне плевать, если у меня будут проблемы из-за того, что я общаюсь со СМИ. Я хочу, чтобы все знали, что дела идут плохо. Люди умирают. У нас нет необходимых инструментов в приемном отделении и во всей больнице, чтобы их лечить. И это очень тяжело. Люди умирают. Люди умирают. Люди умирают. Люди умирают. Субтитры создавал DimaTorzok